Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас продолжение полетов на самолете L-39C в игре TKS World. И в сегодняшнем видео мы ознакомимся или посмотрим на полет в сложных метеоусловиях, заход на посадку по схеме 2 на 180, взлетим конвейером и попробуем посадить самолет, зайти на посадку при помощи посадочных систем, таких как СДУ и РСБН в режиме посадка. Настройки для миссии будут следующими, в частности погодные условия. Самолет у нас будет стоять на стоянке запущенный. Погодные условия. Плотность облачности 10, это максимальная плотность, предоставленная нам в игре. Толщина облачного покрова, так скажем, облаков 800, высота их 300, включим также туман, где-то метров до 100 и видимость в пределах 2000. Также попробуем полетать сегодня с боковым ветром, поэтому ветер я ставлю навигационный 130. Ну, 10 это предел, давайте метров 9, чтобы, как говорится, не наглеть. Сохраняем нашу миссию, запускаем ее, появляемся, выбираем наш самолет, появляемся, как я уже сказал, запущены на стоянке. С вашего позволения я сделал такое, как говорится, упрощение, потому что запуск, проверку системы разобрали. Еще раз убеждаюсь в правильности выставленных параметров погоды и стартуем. Двигатель запущен, все системы проверены, выставляем у задатчик опасной высоты. Вариометр стрелку на 0, он нам очень понадобится для сохранения горизонтального полета. Проверили исправность АГД, обязательно в порядке необходимо проверить исправность РИО, то есть системы противооблюдительной защиты самолета. И можно начинать выруливание. Как я уже и сказал, ветер у нас будет дуть справа под 9 метров в секунду. Это достаточно приличный ветер. И здесь такая особенность, что, наверное, для многих, возможно, это непонятно почему. То есть, если ветер дует справа, на разбеге вас будет тянуть именно вправо. Почему? Потому что наибольшую площадь в профиль, так скажем, имеет это хвостовое оперение. То есть, напор ветра будет давить на хвост. Соответственно, давление на хвост справа. Самолет в относительно вертикальной оси поворачивается свой нос тоже вправо. Ну, это легко посмотреть, я не знаю, там, на ручке, на какой-нибудь, да, возьмите ее за серединку и давите на заднюю часть, так скажем, вправо, да, и посмотрите, куда будет поворачивать нос. То есть, здесь ничего сложного нет. Устанавливаем самолет на центр взлетно-посадочной полосы. Как и положено, прокатываем 10-15 метров вперед для установления переднего колеса параллельной оси взлета. Затормаживаем самолет на месте. Итак, остановились. Зажали тормоз. Выводим обороты 90. Есть 90. Запрашиваем разрешение на взлет. Включаем обогрев ПВД, потому что полет будет проходить в облачности, как это мы понимаем, да, и не исключено обледенение. Получили разрешение на взлет. Выводим обороты на взлетный режим. Проверяем параметры работы двигателя. Все в порядке. И, как будем готовы, отпускаем тормоза и начинаем разбег. Парируем ручкой управления самолетом. Стремление самолета накрениться влево, потому что справа дают ветер педалями. Держим центр полосы. 150. Поднимаем нос. Подушка на горизонт. 180-190 самолет сам отрывается от земли и сразу же выводим поправочку по ветру. Далее полет будет проходить так же, как и при полете по кругу. И поэтому я немного здесь остановлюсь на подготовке к полету в еще одном таком моменте, при подготовке к полету во время сложных метеоусловий. То есть, если у нас ожидается боковой ветер, ну а, как правило, это всегда есть какой-то ветер, необходимо провести расчеты поправок на этот ветер еще на земле. То есть, я провел расчеты, я знаю, что при полете к первому развороту до скорости 350 угол сноса будет приблизительно 10. Поэтому я сразу же после отрыва взял эту поправочку, чтобы находиться на оси ВПП и совершил полет до первого разворота. Первый разворот выполняется на высоте 300 после разрешения руководителя полетов, с креном 20 на обратный посадочный курс. Здесь еще одна особенность, которая может сыграть злую шутку, так скажем, да. При выполнении разворота с креном 20, слип на первого и второго, да, это мы уже познакомились при полете по кругу, самолет совершает разворот на определенное удаление от полосы. То есть, это приблизительно 5,5-6,5 километров. Но в связи с тем, что у нас достаточно сильный ветер боковой, да, то есть он нас сдувает постоянно, в данном случае, пока мы летим к первому развороту, влево. И во время разворота он нас как бы прижмет немного к земле. Это необходимо учитывать. Поэтому скоростью, конечно, лучше сильно не играть. То есть, вы должны все понимать, что при большей скорости радиус разворота получается больше. То есть, мы будем отходить от полосы немного дальше. Такая тонкость, которую нельзя не учитывать, потому что при выходе потом ко второму развороту круг получится узкий, и мы не сможем правильно войти в створ полосы. Значит, подходим к обратному посадочному. Опять же, на земле были проведены расчеты, что угол сноса на высоте 600 метров, а ветер на высоте 600 метров будет уже порядка 20 метров в секунду относительно тех 9, которые мы просчитали на земле. Значит, угол сноса будет приблизительно 12-15 градусов. Берем эту поправочку. То есть, вы можете наблюдать, что я лечу сейчас с обратно посадочным не 40, а чуть меньше. То есть, отняли. Ветер в данном случае мы развернулись на 180 градусов, грубо говоря, на наше направление. И ветер сейчас нас давит в левый борт. Соответственно, мы должны развернуть самолет немного левее, чтобы компенсировать данный снос. Продолжаем полет. Я стараюсь при полете 2,8 в таких метеоусловиях, которые представлены, постоянно еще и контролировать свое местоположение по полярным координатам. То есть, я знаю, что на третьем развороте его параметры это удаление 10, азимут должен быть 8. При подходе к третьему развороту я проверяю, если при удалении от маяка мой азимут будет немного меньше 8, восьми, значит, круг немного широковат. Если мой азимут будет больше, чем 8, значит, круг будет узкий. Продолжение следует... итак я подхожу к третьему к месту выполнения третьего разворота разворота при полете по кругу вижу что дальность 10 удаления немного меньше чем 8 поэтому я понимаю что круг немного широковат но опять же то есть опять же нас давит ветер вправо да то есть сейчас дует нам в левый борт и нас постепенно постепенно будет сносить я просто уменьшаю немножечко уменьшаю поправку на угол сноса то есть беру порядка 10 градусов и где-то в этом в этих пределах в этом режиме иду ко второму развороту 2 он потому что первый это первый второй слитно выполняется на 180 градусов вместе первого разворота схема называется схема захода называется двумя на 180 да то есть первый разворот совершили идем обратно посадочным подходим ко второму развороту совершаем еще один разворот и входим створ полосы парами полярные координаты 2 разворота это 2 азимут 20 удаление 17 если нет никакого ветра то арка при этом должен будет показывать порядка 153 градусов и так я вижу удаление 17 азимут почти 20 то есть немного широковат заход начинаю выполнение вы задоложили руководителю полетов на разрешение выполнения второго разворота получили разрешение начинаем выполнение второго разворота и здесь такая особенность опять же но необходимо учитывать ветер сейчас у нас очень достаточно сильный я бы сказал да поэтому выполнить начинаю выполнять разворот не с креном 20 как это написано в инструкции да а с креном немногим больше где-то 25-30 почему потому что сейчас вот когда я развернулся уже почти на 90 градусов ветер меня давит с офигенно не с офигенной да но с большой силой с большой скоростью от меня прогоняет туда вперед и это нужно учитывать потому что если ты начнешь выполнять разворот с креном 20 тебя просто унесет за полосу и ты окажешься не в створе полосы я много левее когда подходит наш курсов задачи к направлению где-то в 60 я стараюсь уже смотреть на арк и курса задачек и тем самым загонять их в в кучу гучу сгонять то есть мы сейчас видим до арк 30 курса задачек 30 арк 20 курсов задачек 20 потом доходим до нуля арк 0 курсов задачек 0 опять же проведены расчеты на земле я знаю что при посадочном курсе на скорости 280 а после того как мы выйдем створ мы начнем снижать скорость наш снос на высоте 600 будет порядка 20 градусов я делаю поправку то есть вы видите что мой курсов датчик смотрит влево на 20 градусов да и арк также смотрит влево на 20 градусов то есть я взял поправку уменьшаю обороты для того чтобы снизить скорость так называемая началась 30 секундная площадка да то есть за эти 30 секунд я должен успеть снизить обороты при подходе к скорости 340 330 километров в час необходимо выпустить шасси также сохраняя горизонт при подходе к скорости там 300 310 мы знаем что 310 это предел на которых можно выпускать закрылки иначе просто выпускает закрылки в положении 25 и сохраняет то же самое направление то есть мы сейчас идем со скоростью 280 километров в час на удаление где-то порядка 12 километров от торца полосы начинаем вы переводить режим самолет в режим планирования то есть мы начинаем спуск идем к дальнему угол сноса я сказал уже порядка 20 где-то может ну порядка до порядка 20 градусов планируем к дальнему приводу ждем появление земли из-за облаков дальний мы должны пройти на высоте по параметрам 200 метров на скорости 260 километров в час и так спускаемся вниз где-то на 300 метрах должны закать закончится облака то есть мы в принципе еще время сориентироваться у нас еще будет итак видим уже земля начинает проглядывать волнение если честно растет и так есть земля вижу привод где полоса прямо по курсу отлично дальний прошли немножечко выше где-то 230 220 но это ничего страшного продолжаем планировать перед тем как пройти дальний необходимо выпустить закрылки 44 градуса прошли дальний доложили что дальние прошли посадки готовы при этом конечно желательно убедиться в действительности готовности к посадке и продолжаем планирование всего далее как и при заходе на посадку при полете по кругу то есть снижаемся от ближней проходим на скорости 240 высоте 60 80 метров да я вижу что видать так обрадовался земле что немножечко просел на глиссаде то есть прошел немного ниже поэтому увеличил немножечко обороты и как можно наблюдать прошел ближний на высоте 70 метров то есть хорошо все да и убедившись в правильности захода планирую далее на полосу подошли к полосе убрали малый газ выравнивание дал чуть-чуть педаль очку в левую сторону и ручкой обязательно компенсируем попытку самолета накрениться влево ветер дует справа в правый борт самолет пытается накрениться мы его компенсируем здесь начинается конвейер убрали закрылки в взлетное положение высота ступила скорость 150 обороты максимал высота скорость 150 подняли первый переднюю стойку отрыв и далее все то же самое второй круг мы до второго разворота будем лететь тем же самым макаром так скажем то есть первый разворот начинаем на высоте 300 скорость 350 корректируем направление с учетом угла сноса и при подходе вернее после на выполнение начала выполнения второго разворота включим систему посадки с ду и рсбн в режим посадка и попробуем зайти на посадку на полосу при с использованием системы директорного управления и так выполняем первый разворот выполняется как я уже это объяснил на 180 градусов до высоты 600 идем с набором на высоте 600 переводим горизонт и далее следуем с обратно посадочным курсом то второго разворота при проходе я в первом круге не сказал отвлекся до при проходе траверза маяка необходимо сделать доклад руководителю полетов например 155 траверс руководитель полетов оценивает наше удаление от маяка говорит нам это удаление и мы уже соответственно проверяем корректность показания приборов показывающая дальность до если что корректируем ширину круга итак стали на обратный посадочный с учетом угла сноса он равен порядка 25 градусов угол сноса на высоте 600 будет порядка 15 12-15 градусов подошли к траверзу оценили дальность и ширину круга по указателю дальность и доложили руководителю полетов проверили корректность данных показаний и идем далее ко второму развороту опять же контролируя свое местоположение вот я посмотрел что порядка пяти с половиной километров это немного узковат с учетом того что 2 придется совершать с ветром дующим нам спину так скажем да поэтому я делаю поправочку небольшую влево чтобы сделать круг немного шире и далее лечу к полярным координатам третьего разворота и если что буду себя там поправлять уже проверять уже на третьем развороте итак на подходе третий разворот при заходе кругом при заходе по кругу опять же не забываем контролировать параметры работы двигателя не забываем про проходные обороты 86 89 процентов стараемся держать двигатель на данном режиме кратковременно по возможности держать обороты либо 90 либо 85 тем временем постепенно мы подходим к третьему развороту я вижу что удаление 10 подошло азимут 8 то есть практически мы идем на положенной ширине круга но опять же не забываем про то что при выполнении второго разворота нас будет сносить за полосу то есть как бы радиус наш будет данном в первом на первом развороте наш радиус из-за ветра уменьшается относительно земли я имею ввиду относительно воздуха мы делаем абсолютно то же самое разворот да то есть а вот вся воздушная масса относительно земли она смещается и соответственно смещается и наш самолет поэтому при выполнении первого разворота относительно земли и полосы мы будем более узко заходить, вернее, выполнять разворот. А при выполнении второго разворота, наоборот, воздух нас будет сносить за полосу. То есть относительно Земли наш разворот будет немного шире, чем это положено. Итак, тем временем постепенно подходим ко второму развороту. При удалении 17 Азиму Т-20 докладываем руководителю полетов о том, что мы на втором докладываем высоту, то есть, например, 155, на втором 600. Выководитель полетов дает нам разрешение на заход. Я начинаю разворот вправо. Опять же, с учетом того, что ветер сейчас меня будет уносить за полосу, крен даю немногим больше, включаю систему директорного управления, СДУ, и РСБН в режим посадка. Поначалу система СДУ не подхватывается, потому что мы еще далеки от глиссады. И вот сейчас обнаружим момент, когда система переходит в режим посадки, так скажем. То есть, закрылись бленкеры на ГМК, закрылись бленкеры на АГД системы директорного управления. И, соответственно, мы начинаем уже следовать указателю системы директорного управления. В данном случае на горизонтальную планку, то есть планку, указывающую нашу высоту относительно глиссады, внимания не обращаем, потому что мы находимся немногим дальше, чем вход в глиссаду. Главный для нас сейчас указатель, это вертикальная планочка, которая показывает необходимый крен, который необходимо взять для того, чтобы выйти в створ. То есть, сейчас вы видите, она отклонилась справа. Я увеличиваю крен, при этом планочка подходит к центру, все, планочка в центре. Останавливаю крен, она... Ну и регулирую крен относительно этой планочки. Стараюсь сделать так, чтобы планочка была в центре. Итак, мы видим, что мы встали на посадочный курс. Убираем обороты для того, чтобы снизить скорость. И для выпуска шасси скорость 340-330, выпуск шасси. При этом сохраняем горизонт, сохраняем Q-направление. Шасси выпустили, скорость продолжает падать. Выпускаем закрылки и переводим самолет на планирование. При этом необходимо доложить руководителю полета, что мы на посадочном, шасси, механизацию. Выпустили. Все, механизация есть, шасси есть. Планируем со скоростью 280 км в час к дальнему приводу. Перед тем, как подойти к дальнему приводу, закрылки выпускаем в положение 44, то есть в посадочное положение. И увеличив обороты, сохраняем скорость 260 км в час. Планируем к дальнему приводу. Итак, подходит высота 300, скоро появится земля. СДУ у нас в центре. Это очень хорошо, потому что значит мы идем к полосе. Итак, высота 300 подошла, земля уже начинает просматриваться. Напряжение, как говорится, растет. Угадаю, вышли правильно, неправильно. Итак, есть облачность пробили. Высота 300, 280. Полосу, полосу, полосу на полосу вижу. Все отлично. Значит, продолжаем снижение. Высота 230-240. Прошли дальний. Должение руководить полетов. 155-й дальний, посадки готовы. Продолжаю планирование к ближнему. Ближний проходим на скорости 240, высоте 60-80. И далее совершаем посадку. При совершении посадки, после того, как мы выровняли самолет, на выдерживание, необходимо перед касанием выровнять нос относительно оси ВПП, для того, чтобы не повредить шасси. И произвести касание в тот момент, когда самолет все-таки будет идти параллельно оси. Итак, подходим к ближнему. Скорость 240, есть ближний. Высота 70, отлично. Убедились в правильности захода. Все, я хорошо наблюдаю полосу. Перевержу взгляд немножечко влево, на 15-20 градусов. И жду момента выравнивания. Есть торец, торец, обороты малый газ. Начали выравнивание. Перед касанием левая педалька. Скорректировали. И сразу же корректирую ручкой управления самолетом. Крен, убираю крен. Как только коснулись, опустили нижнюю, переднюю ногу, сразу же убираю закрылки в положение убрано. Потому что при положении в посадку, да, самолет более валкий. Из-за ветра, да, то есть ветер сильнее действует на его плоскость. При закрылках в положении посадки. Итак, подкатываем к рулежной дорожке. Удерживаем самолет относительно центра ВВП при помощи педалей и тормозов. Потому что скорость уже упала ниже 60. Ветер пытается нас развернуть в правую сторону. Мы это все компенсируем педальками. Убираем самолет с полосы. Освобождаем его. И после того, как освободили полосу, делаем доклад руководителю полетов. Например, 155 я освободил. Выключаем свет фар. И рулим к месту своей стоянки. Ну и по традиции, пока самолет будет рулить к полосе, к месту стоянки, мы с вами еще раз пробежимся по схеме захода на посадку в ММАН-180. И особое внимание я уделю радиопереговорам. Потому что многие из наших курсантов, я сам, да, многие из курсантов, часто ошибаются при ведении радиопереговоров. В полете еще и на это отвлекаться времени не было. И так все, как-то все это, просто когда ты летишь, мыслишь гораздо быстрее, нежели ты все еще все свои мысли озвучиваешь. Итак, появились на полосе запрос на запуск. Например, 155 запуск. Руководит полет в запуск, разрешаю. 155 понял. Начинаю запуск. Запустил, прогазовал, проверил все системы. Особого внимания уделил АГД и системы защиты от обледенения. Потому что полет будет в облаках. Также особое внимание уделить АРК. Потому что без АРК мы не сможем выйти корректно на полосу. Проверили все системы. Готовы. Далее. 155 выруливаю. Водитель был 155 выруливаете. 155 понял. Начиная руление, дошел до предварительного старта. 155 на взлетную. Двумя на 180. Руководитель полетов проверяет плановую таблицу. Да, действительно. Курсант идет двумя на 180. 155 занимайте взлетную. 2 на 180. 600. 155 понял. 600. Занимая взлетную. Прокатил 10-15 метров. Приготовился к разбегу. Обороты 90. Включил обогрев ПВД. Фару. Доклад руководителя полетов. Запрос на взлет. 155 взлет. Руководитель 155 взлетайте. 155 понял. Обороты максимал. Возлетный режим. Проверяем работу двигателя по приборам. Все параметры в норме. Начали разбег. Скорость 150. Подъем передней стойки. Подушка на горизонт. Скорость 180-190. Отрыв. Высота 20. Убираем шасси. Скорость 250. Высота 80. Убираем закрылки. Высота 100. Обороты 100. Переводим самолет по режиму набора. С постепенным увеличением скорости до 350 км в час. Высота 300. Доклад. 155 на первом 300. Если руководитель со счет нужным и позволяет обстановка, он говорит 155 ему первый. 155 понял. И начинаю разворот. Разворот выполняется. Первый разворот выполняется с креном 20 на скорости 350 км в час. На обратный посадочный курс. Совершили первый разворот. Идем обратно посадочный. Подходим к траверсу. Траверс это когда пеллинг радиомаяка показывает на 90 градусов. Доклад. Доклад. 155 траверс. Руководитель полетов. Проверяет наше удаление и сообщает. 155 боковое 6 км. Например. 155 понял. При этом я проверяю удаление по прибору показывающую дальность. ППД. Она должна соответствовать данным диспетчера. И прохожу дальше. Иду. Подхожу ко второму развороту. Доклад. 155 на втором 600. Какой для полетов? 155 и второй. То есть дает мне разрешение. Выполняю второй. Опять же с креном 20 на скорости 350 км в час. Но при этом крен здесь не лимитирован. Необходимо играть креном для того, чтобы свести все стрелки в кучу. То есть выйти именно в створ полосы. АРК показывает 0. Я сейчас не беру ветер. АРК показывает 0. Курсозадач показывает 0. Все. Мы в створе. Начинается 30 секундная площадка. Уменьшаем обороты. Уменьшаем скорость 330. Выпуск шасси. Скорость 310. Выпуск закрылка. В положении 25. Доклад. Проверили выпуск шасси. Проверили выпуск закрылков. Мы находимся на посадочном курсе. Доклад. 155 и на посадочном шасси механизацию выпустил. Докладываем высоту. Высота 600. Руководитель полетов замеряет дальность. Говорит, дальность 12. От торца полосы замеряет дальность. Дальность 12. Режим. Это значит, что все. Я на положенной дальности. Подошел к точке входа в глиссаду. Начинаю планирование. Планирование выполняю на скорости 280 км в час. Выполняю планирование к дальнему. При подходе к дальнему. Я смотрю по удалению. Выпускаю закрылки 44. Скорость 260. Прохожу дальность на высоте 200-230 км в метров. Доклад. 155 и дальность посадки готов. Проходили полет. И при этом я, если больше ничего не говорю, значит у меня посадка. Если говорю дальность посадки готов. В конвее. Это значит, что я сажусь. Убираю закрылки положения взлет. Обороты максимал. И пошел опять на разбег. Значит. Произвели доклад. 155 и дальность посадки готова. Проходили полетов. Посадку разрешаю. Ветер у земли там такой-то. Либо штиль. Это значит, что мне посадку разрешили. Все. Продолжаю планирование к ближнему. Ближний прохожу на скорости 240. На высоте 60-80 метров. Прошел ближний. На высоте 50 метров еще раз убедился. В правильности захода. Высота 30. Я перевожу взгляд влево 15-20 градусов. И контролирую плавный подход к земле. Подошли к торцу. Скорость 230. Высота 10. Начинаем выравнивание. Обороты малый газ. Выравнивание на высоте 0,75. 1 метр закончили. Касание. При этом, если есть ветер. Необходимо педалькой немножечко сыграть. Выровнять нос относительно оси. Самолет относительно оси ВПП. И коснуться равномерно. Без каких-либо боковых перегрузок. Коснуться полосы. Начать пробег. Опустили нос. Переднюю стойку. Сразу же убираем закрылки, если есть ветер. Чтобы не провоцировать самолет к опрокидыванию. И обязательно при наличии ветра корректируем самолет. Боримся с креном. Который создается из-за ветра. Все. Самолет бежит. На трех ногах. Начинаем торможение. Корректируем направление пробега. Пробег закончили. Подошла рулежная дорожка. Освободили полосу. И доложили. 155 освободил. Все. Выключаем фару. Выключаем систему посадки. Если не убирали закрылки. Убираем закрылки. И рулим на стоянку. По заруливанию. Зарулили. Остановили двигатель. Выключили все системы. Все электропорудование. И покинули самолет. То есть. Как-то так это все проходит. Объяснить это. Еще раз говорю. Все. Гораза сложнее. Чем это сделать. Потому что. Все это проговорить. Конечно это. Требует и времени. И сил. Он даже чуть не запыхался. Да. Пока все это. Пересказал. На этом все. В следующем видео. Продолжен упражнение 1-2. Да. Которое мы сейчас разбираем. Это полет по кругу. Двумя 180. Мы разобрали. И следующее. Простой пилотаж. На средних высотах. В зоне. Какие фигуры входят в это упражнение. Как они выполняются. И на что необходимо обратить внимание. На сегодня все. Всем спасибо кто смотрел. Всем удачи. Чистого. Неба над головой. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok